Ежегодно во второе воскресенье июня в Барвихе отмечают День поселения. Несмотря на дождь и холод, жители от Мала до Велика собрались на центральной поляне, чтобы показать свою силу и выносливость. Шансы у всех одинаковые почти. Ну, поко-то прикольная такая. Стоит отметить, что в Барвихе большое внимание уделяется развитию массового спорта. Ребята посещают секции бесплатно. Местные власти уверены, что только так возможно вырастить настоящих чемпионов. Дети занимаются хоккеем, мутинбайком, легкой атлетикой, играют в футбол и волейбол. И это далеко не весь перечень. Сейчас в основном все секции бесплатные. Не в основном, а вообще бесплатно все сделано. Выделено 50 миллионов на спорт. Поэтому очень активно все. Большинство детей охвачено и занимается. Я занимаюсь три года велоспортом. И зимой мы катаемся еще на лыжах. Также на праздники были названы лучшие игроки хоккейного сезона. Команда «Рубль» этой зимой отлично отыграла в любительской лиге. Сезон получился очень сложным, потому что нас заявили в довольно-таки сильный дивизион, где играют много хоккеистов с профессиональным прошлым. Было тяжело. Пришлось нам усиливаться по ходу сезона. Но дотерпели, дожали и по булитам выиграли. Стала хорошей традицией в День поселения проводить легкоатлетический забег «Барвихинская миля». Он проходит в два этапа. Первыми стартуют спортсмены и все желающие, а следом за ними бегут ветераны и самые юные участники. Пройти трассу было непросто. Дождь размыл грунт. Спортсмены скользили по мокрой траве, но, несмотря на трудности, финишную черту пересекли все. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.